Всем привет! С вами Наташа Настя и Анна Носок, и это наша новая рубрика «За жизнь!». Мы решили, что мы будем раз в какой-то промежуток времени... Мы потом придумаем. Да, мы еще пока не придумали полностью план. В общем, мы решили, что все равно мы встречаемся, все равно мы болтаем, все равно мы что-то обсуждаем. Почему бы это нам не делать на камеру и не обсуждать какие-то жизненные темы с вами? Да? Да. Мне кажется, это очень интересный такой мини-круг. У Анни на канале, кстати, обсуждаем светлый цвет волос, блондинок. Какого она быть блондинкой? Да. Зачем мы ими становимся? А сегодня на канале Наташи мы поговорим о моей любимой теме... Заметьте, не моей. Моей. О силиконовой груди, которая есть у Наташи уже давно. Это ужас. И которая не видна. Это так грустно. Как я должна это сделать? Я должна, чтобы я ее молодец. Ну вот, смотри, как минимум надо одеть кофту была, как у меня. Вот будет у меня третий размер, я бы сюда вырез сделала. Так у тебя третий. Это сейчас он третий, в пушапе, в поролоне, миллиардном. Ну вообще, могу сказать, что в свое оправдание. Потому что холодно сейчас. Я в свитерке, чтобы не замерзнуть, не продула меня. Да, да, да. У тебя грудь с августа. Бедная, прикиньте, человек мерзнет с августа. Вот это уровень. Ты с августа ходишь вот так вот. Нет, а знаете, что меня добило окончательно? Когда была Вива Бьюти Балк, Наташа выбрала платье. Да все видели его. Оно было красивое, безусловно. Открытая спина, все секси. И полностью закрытая грудь. Ну ладно, я ношу платье, делая акцент на спину. Отвлекая, как бы, внимание отсюда, потому что, собственно, нечем привлекать. Да ладно, но она вообще-то, что ты вот это себя наговариваешь? У тебя все прекрасно. Главное, правильно... У тебя как красивая? Ну, она обычная. Нет, у тебя накаченная. Она, смотрите, какая она накаченная. В переводе, в переводе стрелки не хочет рассказывать. Почему ей пришло в голову запрятать грудь? Да, вот такой вырез был. Там было такое глубокое декольте до отсюда. Ну, так глубоко для тебя. Ну, вообще, да. У тебя сейчас глубокое декольте у Натали. А как, смотрите, какое вам платье в обтяжку сейчас. Мерзнет, мерзнет девочка. У нас тут плюс 28. Прошу обратить внимание. Рукава закатывают, потому что жарко. Но будет сидеть в балахоне вот в таком. Я опять напишу, что я год подряд беременная. Ребята, не беременная я. А как так получается? А ну, балахоны чаще одевай. Да. Ты только оденешь широкое платье, сразу беременную. Ну, что, то было облегающее. И тоже у меня не худой живот. Сразу подумали, что я беременная. Смотри, а теперь вообще есть грудь и все. Она отвлекает внимание от всего. Ну, реально от всего. Ну, почему ты ее не показываешь? Ну, реально странно. Я пересмотрела сейчас свой гардероб. У меня все такое... Короче, знаете, что? Она на самом деле с августа миллион шмотов у нее уже новых. Я тут сижу как цензор, чтобы ты говорила правду. То ей холодно, то гардероб у нее не пересмотрит. Огонь просто. Ну, мы же все подчеркиваем свои достоинства, правда? Что ты машешь, сидишь, а я просто тащусь. Что? А чтобы вы понимали, мы так и разговариваем на самом деле. Наташа, ты что-то там такое сидит. Там Наташа обтягивающая. Сидит. У нас сейчас вообще мега яркая иллюстрация нашего живого общения. Мне нравится твоя искренность. Неподдельных, скажем так, наших разговоров живых. Мы так и говорим на самом деле. Вот так у нас заканчивается обсуждение того, обычно, как Наташа подчеркивает свои достоинства. Ну, хорошо. Вот скажите, вы как думаете? Если человек, ну, там, имеет красивую грудь, обязан ли он ее прям все время выставлять на показ? Да я не прошу тебя все время выставлять, я прошу не ныкать ее постоянно. Но я думала, что вся грудь, такие шарики будут торчать. Я реально так думала. А это, кстати, вот в последнее время, когда я там встречаюсь с девчонками, например, там, кого не видела, вот Таня приезжала. И я реально ловлю взгляды вот так вот на себе. И так, прости, прости, ну, просто так классно, я не могу не смотреть. Реально все время взгляды. Ну, просто она у тебя выглядит естественно. Я когда приехала, помню, ты только выписалась из больницы, но второй день к тебе приехала. Ты ходишь в футболке, я еще думаю, блин, нафига ты ее делала? Никаких отличий от натуральной груди. А потом, когда она в живую, очень красивая и естественная. Мне кажется, что силиконовая грудь, это хорошо на самом деле. Просто мы еще к этому не привыкли. Для нас, ну, мы еще болезненно воспринимаем, наверное, что-то инородное в своем теле. Но это наш металлитет. Это как все серьги в ушах, не знаю, пломбы в зубах. Я не в робо уже настолько привыкла к этому. И почему я об этом заговорила? Потому что я не считаю это чем-то зазорным. Но я подаю информацию, ту, которую я не считаю какой-то стыдной или зазорной. Это нормально. И это во всем мире не считается чем-то странным, чем-то пошлым, чем-то, что нужно скрывать. Миллион девчонок написала мне, что спасибо за то, что ты поделилась. Да, ну, единственное, что да, когда я не хожу, может быть, когда-нибудь. Может, по-моему, растет когда-нибудь. Да. И мы увидим. Вот. Но я понимаю, почему многие там как-то не хотят это обсуждать. Просто мне кажется, что рано или поздно мы придем к тому, что это будет как серьги в ушах. Это инородный, инородный предмет в твоем теле, в принципе, сережка, правда, пирсинг. Пломбы в зубах. Ну, это вынужденный инородный предмет в твоем организме. Но в общем мы там занимаемся определенным апгрейдом. Я реально не вижу разницы в эмоциональном восприятии накачать задницу и увеличить грудь серьезно. Как вы относитесь к этому, девочки? Вот как вы относитесь к тому, что об этом говорят? Для вас это как для меня, равно как к сережке ушах. Для меня тоже ничего страшного. И ничего стыдного, ничего зазорного. То есть, ну, правда, вот подруги все требуют декольте. Да. Хотя, знаешь, я на самом деле как-то, когда ты только сделала, вот первую неделю, я еще ходила и думала, что нет, нет, я не буду. Я не хочу. Да? Да. Да. Понимаю, что вот там это больно было тебе. Вот я как-то так, ну, я пугнула. А потом я увидела эту красивую грудь, когда на ней уже не было зеленых рисунков. На мастерах. Да. Я опять подумала, что хочу. Потому что ты красивая. Я купила там еще одно закрытое платье, свитеров. Купила еще одно. А за то, что она еще делает, она носит белье спортивное. Это вообще, я считаю, лучшее, что можно делать с такой грудью. Которое утягивает. Да, да, да. Прижимает все. И скрывает красоту. Все, я все слила. Глядывайте к Ане на канал, там обсуждаем диодинок. Комплексы и для чего мы красимся и для кого. Да. И будем стараться радовать вас рубрикой «За жизнь» почаще. Вы пишите темы, которые бы вы хотели с нами обсудить. Мы обязательно рассмотрим их и поболтаем. А ты думаешь, мы придем к тому, что мы сядем и на камеру будем гнать на своих мужей, как мы это делаем вживую? Наверное, нет. Нет. Точно нет. Что-то останется за кадром. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok